Продолжение следует... 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 Если мы говорим про эволюционную панель лекарственных препаратов при метастатическом и местном распространении раки мочевого пузыря, то мы видим, что у нас была большая эра появления химиотерапевтических агентов. И с 2016 года у нас появляется много препаратов иммунологического класса. Сюда входит и отезолизумаб, и доролумаб, и вилумаб, и неволумаб, и пембролизумаб. И они нам дают возможность для проведения лекарственных опций у пациентов, которые идут в лекарственной терапии при метастатических болезнях. Если мы говорим про комбинированную химио-иммунотерапию в первой линии лечения местно распространённой метастатического процесса, мы должны понимать, что ратиальный рак характеризуется высокой частотой встречаемости PDL на иммунных клетках. И в своей клинической практике мы определяем антитела для тестирования, определяем PDL-экспрессию на антителах, и в своей клинической практике мы работаем на двух панелях. Это СП-263 определяется процент на препараты доролумаб, пембролизумаб и неволумаб, и СП-142 определяет иммунные опухолевые клетки на внутриклеточные на положительную экспрессию к препарату отезолизумаб. Если мы говорим про все те препараты, которые используются при лечении метастатического местно распространённого перехода наклеточного рака, то мы видим, что применение препарата тезолизумаб характерен для нескольких критериев и позволяет нам перекрыть большее количество рецепторов. И говоря о препарате тезолизумаб, мы говорим про исследование третьей фазы МВИГР-130, там, куда включалось, достаточно стратифицировались пациенты, был распространённый рак без предшествующей и системной терапии. Это был ЭКОК менее двух, это были подходящие для терапии препаратами платины. Рандомизация шла в три группы. Это было использование, первая группа, это было использование тезолизумаб плюс химиотерапия, представленная либо платиной, либо гемцитабином. Потом следующая группа, это была монотерапия тезолизумабом. И третья группа, это было сочетание плацебосодержащих препаратов плюс химиотерапевтические. Вторичные и конечные точки, они были стандартные, это была частичная ответственность, длительность ответа по оценке следователя, это была безопасность. Если мы посмотрим на ту характеристику пациентов, которые включались во все три группы, мы видим, что это было достаточно по ЭКОКу. Это была группа пациентов, которые имели ЭКОК 0,1, также было большое количество пациентов, небольшое, но было количество пациентов, которые имели ЭКОК 2. Если мы говорим по экспрессии PDL на иммунокомпетентных клетках, мы видим, что во все группы включались достаточно большое количество, и по результатам увеличения медиана общей выживаемости популяции пациентов с PDL1 более либо равной 5, которые не подходили к цисплотину, мы видим, что общая выживаемость в группе отезолизумаба составила 28, что позволило достичь снижения риска смерти на 40% по сравнению с группой химиотерапевтических агентов. При оценке клинической пользы мы видим, что 66% имели положительные результаты, это полный ответ частично и стабилизация, это практически 66%, и 5-кратное снижение частоты нежелательных явлений, и 3-4 степени отмены по сравнению с химиотерапией, мы видим, что в группе отезолизумаба их было намного меньше, чем в группе пациентов, которые получали плацебо и химиотерапевтическое лечение. Если мы посмотрим на выводы по исследованию ВИГР-130, мы видим, что в исследовании продемонстрировало улучшение выживаемости без прогрессирования, также наблюдается клиническое значимое улучшение общей выживаемости при применении схемокомбинированных схем, это отезолизумаб плюс химиотерапевтические агенты в виде либо платины, либо гемцитабина, наблюдался положительный эффект в отношении общей выживаемости, и если мы говорим про нежелательные явления, то переносилось хорошо и соответствовало такому для каждого отдельного препарата. Если мы посмотрим на современные парадигмы лечения распространенного тельного рака, мы видим, что у нас кроме химиотерапевтических агентов при прогрессировании мы можем использовать и монорежимы, и монотерапевтических агентов, и рассматривая вторую линию терапии метастатического местного распространенного рака, мы видим, что у нас появляются несколько агентов после химиотерапии при прогрессировании, это и может быть использован он на режиме отезолизумаб, который был зарегистрирован в 2017 году, и также у нас появляется много таргетных препаратов, таких как кардофенип, энфортумаб, ведатин, который анонсировали вчера, но еще пока не включены в клинические рекомендации. Если мы посмотрим на имбигр-220, там, где исследовалось использование отезолизумаба до прогрессирования заболевания, это было исследование второй фазы, мы видим, что медиан общей выживаемости, монорежимы при прогрессировании на химиотерапевтических агентов составляло 7,9 месяцев. Клинические исследования по лечению распространенного рака во второй линии, это были данные непрямого сравнения, где сравнивались несколько клинических исследований, и мы видим, что отезолизумаб был исследован и в исследовании 210, имбигр-210 и 211, также было исследование СОЛ, там, где мы видим, что несмотря на тяжесть состояния пациентов, медиана общей выживаемости имела достаточно большое значение, если мы говорим про исследование СОЛ, это было проспективное международное многоцентровое исследование третьей фазы, там, где у пациентов, которые имели достаточно тяжелый соматический статус, плюс поражение висцеральных органов, в том числе и головного мозга, которые не включались в исследование третьей фазы, но тем не менее, эти пациенты получали монотерапевтический агент в монорежиме в виде отезолизумаба 120 мг до утраты клинической эффективности, применялось до утраты клинической эффективности, неприемлемой токсичности, то мы видим, что в этом исследовании включалась достаточно большая характеристика пациентов с клиническими, мы видим, что это был ЭКОК-2, достаточно тяжелые тоже пациента, были метастазы со снижением метастазов в головной мозг, также была группа со снижением клиренса креатинина ниже 30, это был прием стероидов, плюс наличие сопутствующих заболеваний, мы видим, что медиана в этом исследовании у этих пациентов составила 87 месяцев. Если мы говорим про контроль заболевания, то мы видим, что медиана общевыживаемости составила 8,7, и контроль над заболеванием практически в 40% случаев. При этом сохранялась, учитывая характеристику этой вида терапии, сохранялась длительность ответа и эффективность терапии в сохраненной популяции. В сохраненной популяции медиана общевыживаемости составила 10 месяцев, и применение иммунотерапии отезолизумабом именно по исследованию СОУМА и хотела бы прокомментировать в своем клиническом примере. Это был пациент, мы говорим о пациенте 62-62 лет, это клинический диагноз звучал как рак мочевого пузыря 2 стадия, классификация по ТНМ-Т2Б0М0G2, состояние после оперативного влечения, пациенту было выполнено небрюшиной, радикальной циспростатоктомии с энтеропластикой мочевого пузыря в 2016 году. В 2020 году у пациента произошла генерализация процесса метастазы в переднюю брюшную стенку, доказаны гистологические метастазы в кости, метастазы в легкие, проведены 4 курса гемцитабина, цисплотина до 2020 года, и далее пациент получил отезолизумаб в течение 9 курсов. По гистологии у нас предоперационная была верификация процесса переходно-клеточный рак G2, послеоперационно-гистологическая картина также имела характер переходно-клеточного рака второй степени анаплазии, и материал биопсии метастаза – это был метастаз переходно-клеточного рака. По классификации сопутствующих критериев мы видим, что иммуногистохимический он был отрицательный по ПДЛ-тестированию, сопутствующего заболевания имел гипертоническая болезнь 2, риск 3, и осложение основного заболевания в виде наличия нефростом с двух сторон, которые были наложены в 2016 году. Хронологически ситуация развивалась следующим образом. В 2015 году была манифестация болезни в виде появления жалоб на макрогематурию, была выполнена цистоскопия по месту жительства общей лечебной сети, там верифицирован процесс опухолевого поражения мочевого пузыря. В последующем пациент был направлен к нам в онкодиспансер, мы были выполнены трансротральная резекция мочевого пузыря, был верифицирован мышечный инвазивный рак. В 2016 году пациенту предложено оперативное лечение, видим небрюшинное и радикальное циспростатектомии с энтеропластикой мочевого пузыря. Гистологический, как я уже сказала, это был переход на клеточный рак 2-й степени аноплазии с инвазией в глубокий мышечный слой с продолженным ростом, пластическую часть уретры. В дальнейшем пациент находился на диспансерном наблюдении, при обследовании данных за прогрессирование не было, ему было предложено тоже динамическое наблюдение. В 2016 году у него диагностирован стеноз анастомозов, наложена нефростамия с двух сторон и продолжено динамическое наблюдение. В 2020 году появляются жалобы на образование на животе, биопсийно доказан метастаз переход на клеточного рака, сразу определён ПДЛ-статус пациента, он был негативный. Далее пациенту проведено дополнительное дообследование в виде радиологического скана всего тела по МСКТ грудной и брюшной полости. Было выявлено метастаз в переднюю брюшную стенку, как я уже сказала, доказано гистологически. Также было олигопоражение метастаза в кости, метастаза в лёгкие, максимальный очаг в левом лёгком достигал 17 мм. Пациенту, учитывая генерализацию процесса, было проведено 4 курса химиотерапевтическими агентами, гемцитабин и цисплатин, перенёс он удовлетворительный, эффект был стабилизация, пациент находился на диспансерном наблюдении и через 2 месяца у пациента появляется нарастание симптоматики в виде ухудшения жалобы на плохой аппетит, потерю масса, увеличение образования на передней брюшной стенке, нарастание станического синдрома. И пациенту во второй линии всё-таки было решено начать иммунотерапевтический агент в виде отеза лизумаба 120 мг каждые 3 недели. Пациент проходил без осложнений. И с июня, с апреля до июня 2021 года у пациента клинически нарастает анорексия, нарастает кахексия. В апреле 2021 года при стабилизации очагов лёгких роз, остальных очагов, участок остеосклероза в теле по вздошной кости, там где находился ранее активная ткань метастатического поражения, нарастание нефросклероза слева. Но учитывая то, что у него всё-таки продолжался клинический эффект по критериям РЕЦИСТ в виде стабилизации, даже частичного ответа по некоторым очагам, было решено продолжение терапии иммунотерапевтической лизумабом. Но, к сожалению, в августе 2021 года у пациента происходит летальный исход. Если мы посмотрим про контрольные точки, мы видим, что у пациента, тем не менее, вяло текуще нарастала симптоматика метастатического прогрессирования. Если мы говорим про исследования марте 2020 и про апрель 2021, длительность ответа имела около 7 месяцев. Если мы посмотрим на характеристики, это в виде таких характеристик, как эко-остенический синдром, потеря массы, анорексия и нарастание мочевины кретинина. Мы видим, что он, в принципе, проходил, было нарастание практически с апреля 2021 года, и нежелательное явление в данном случае регистрируем как летальный исход. И мы видим, по ПТКТ было образование на передней брюшной стенке в виде метастатического поражения, плюс поражение метастатическое в легких и костей. Мы можем на основании этого клинического примера сделать вывод о том, что во второй линии тезолизума по дальнейшему химии неподходящего пациента привело к поддержанию жизни в течение 10 месяцев. Длительность иммунотерапии состояла 9 месяцев. Отмечалась стабильная динамика, но нарастание радиологической прогрессии. Спасибо.